Акт 1. Видеть невидимое. Наша публика имеет интересное свойство, которое офтальмологи или психиатры еще исследуют и назовут чем-то вроде фильтрованного зрения или шизоидной интерференции. Смысл этого синдрома заключается в том, что пациент, находясь в возбужденном состоянии, показывает последовательные зрительные феномены. Он явственно видит то, что не подтверждается объективными методами контроля, но, невзирая на это, верит в увиденное таким образом, как в реальность. Но это лишь половина феномена. Тот же самый пациент в то же самое время, глядя на тот же самый объект, не видит того, что подтверждается как прямыми, объективными методами исследования, так и исследователями, которых нельзя заподозрить в злом умысле против пациента и даже наоборот. Так, автор провел сеанс общения с таким пациентом, чтобы посмотреть, как же это работает, и получил следующий результат. Общение проходило виртуально, а потому чистота эксперимента полная. Никакой личной неприязни или заинтересованности просто не могло быть. Итак, пациент уже разорвал майку до колен и бьет крест на пузе, утверждая, что порох смылся, чтобы не сесть. Мол, вот же ж, есть информация, что он пересек границу Украины. На это автор аккуратно замечает, что он тоже неоднократно делал то же самое, а потом возвращался. И сам факт пересечения границы ни о чем не говорит. Тогда пациент утверждает, что, мол, он смылся сразу после выборов. На что я ему замечаю, что это уже вторые выборы. После каких именно? Нет, он смылся. Мол, случайность? Не думаю. И дает ссылку на какой-то сливной бачок, где пишут, что порох поехал искать помощи на Западе, чтобы не посадили. Кстати, ссылки именно на российский бачок. Хоть пациент избиратель сявы и называет себя патриотом. Я ему в ответ даю ссылку на статью в МОНД или какой-то другой газете о повальных отпусках. И о том, что многие фирмы в августе просто закрываются, а все сотрудники идут в отпуск. Поэтому магистрали Север-Юг становятся пробками в десятки километров. Реакции ноль. Не сдаюсь. Пишу о том, что он в курсе графика отпусков руководства Кабмина, ВР и так далее. Что почти все и всегда ходили в отпуск именно в августе, до Дня независимости. Опять в ответ тишина. Тогда предлагаю уточнить, какую сейчас порох занимает должность, чтобы в августе не поехать на отдых. По тексту трудно понять, что раздается, звук скрежета зубов или скрип несколько другого места. Развиваю тему, мол, все отмечают, что порох работал по 16-18 часов в сутки. Чего не делал ни один президент Украины и не делает нынешний. А судя по шаурме, фонтанам и морю в шаббат, такого и не будет делать. Отсюда логично, что человек хоть отдохнет по-людски. Нет, говорит, смылся и точка. Тогда уточняю, мол, тебе просто нравится обмазываться этим? Да, говорит, нравится. Он смылся и пока не будет доказательств обратного, он будет этим обмазываться и даже жрать это. Но вот сегодня все более или менее новостные ресурсы сообщили о том, что порох вернулся с отдыха. И вот тут сразу проявилась вторая составляющая синдрома. Те, кто обмазывался темой «порох смылся», кажется, подавились тем, чем обмазывались и делают тишину в эфире. Акт 2. Ямочная слепота. Часто так случается, что в споре с человеком, не обладающим образованием или опытом, формирующим научные или логические методы познания окружающей среды или оценки информации, не удается использовать простые и логичные доводы. Просто смотришь на пациента и понимаешь, что над его головой поработал информационный дятел, вплоть до состояния бесконтактной лоботомии. В таких случаях работают цитаты великих, например, «Так сказал Великий Ибн Сеня» или тому подобное. На бытовом уровне это работает как в анекдоте про прапорщика и крокодилов, которые, если и летают, то, как сказал полковник, низенько над землей. Всегда, когда вместо логических рассуждений в ход идут подобные цитаты, это говорит о том, что как минимум один из собеседников был настигнут упомянутым дятлом под плинтусом, где тот и надругался над мозговой извилиной в извращенной форме. Однако с учетом проблемы, которую мы обсуждаем сегодня и которая вынесена в название материала, мы таки приведем цитату российского издания, хотя оно и отсылается на нашу ЦВК. В данном случае она пойдет за цитату Великих, поскольку пациенты с расстройствами зрения склонны доверять всему, что идет из российских источников или их филиалов в Украине. Возьмем всего один внезапно затухший, притихший, а скорее всего протухший аспект минувших предвыборных эпопей, а именно борьбу с олигархами. Наверное, это стало одним из знамен всех выборов. А в итоге, как мы теперь знаем, первое, что сделал избранный президент, встретился с этими самыми олигархами и рассказал о том, что теперь он не веселый парень Вова, а серьезный и даже суровый парень Владимир. На том борьба с олигархами и кончилась. Но когда началась парламентская предвыборная эпопея, этот вчерашний апельсин подняли, обтерли и снова пустили в ход. Особенно на эту тему налегала партия певца. Кстати, из лидеров политических сил он не просто больше всех об этом говорил, но говорил это из телевизора, что просто запомним. А теперь перейдем к цитате российского источника. Пять политических партий, которые преодолели 5-процентный барьер по итогам внеочередных выборов и войдут в состав новой Верховной Рады, направили официально на избирательную кампанию 467,4 миллиона гривен или 18,3 миллиона долларов по текущему курсу Национального банка Украины. Об этом сказано в отчетах, размещенных на сайте Центральной избирательной комиссии, ЦИК страны. Дороже всего, в 114,7 миллиона гривен, около 4,5 миллионов долларов, избирательная кампания обошлась партией «Слуга народа», которая стала лидером избирательной гонки, получив поддержку 43,16% избирателей. Немного отстала от нее партия «Голос певца» Святослава Вакарчука со 105,7 миллионов гривен, более 4,1 миллиона долларов. Несмотря на это, партию «Голос» поддержали лишь 5,82% избирателей, но она все же сумела пройти в парламент. Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» потратила на выборы 99,5 миллионов гривен, 3,9 миллиона долларов, и заняла четвертое место, заручившись 8,1% голосов. Еще меньший финансовый ресурс потребовался партии экс-премьера Юлии Тимошенко в «Батькивщина» – 87,2 миллиона гривен, 3,4 миллиона долларов. Ее результат оказался немного выше, чем у партии Порошенко – 8,18%. Как язвительно заметило российское издание, и как мы сами это знаем, официальные цифры – это вершина айсберга. Большая часть мероприятий оплачивалась черным налом. Например, армия журналистов, кующих чернуху, или активистов с ГОшниками, которые заткнулись сразу после выборов, подгребали просто шестизначное бабло. Достаточно вспомнить запись разговора бородатого олигарха с деятелем, имеющим погоняло Мурчик, созвучная с его фамилией. Там бородач похвалил Мурчика за выступление в ток-шоу «Против пороха» и сказал ему, чтобы тот зашел в кассу и взял единичку. Пускай каждый для себя прикинет, о какой единичке шла там речь. И это только за одно выступление. Четыре таких выступления могут потянуть на весь официальный бюджет рекордсмена выборов. Но мы не зря обратили внимание на походы Сявы по телеканалам. Из лидеров партии он был самым активным. Предлагаю тем, кому интересно, взять калькулятор и посчитать, сколько эти походы стоят. В сети можно найти расценки в прайм-тайм перед выборами за минуту и умножить все те минуты, которые удастся найти, а потом сравнить с тем, что показала ЦВК. В общем, даже самые приблизительные прикидки покажут, что официальные данные не то пальто. Тем не менее, важны пропорции. Скорее всего, они сохранятся и в теневой части смет выборов. И вот оказывается, что порох с его официальным состоянием не смог тягаться с голытьбой Зе и Сявой. Тогда возникает вопрос о том, за чьи они гуляли. Ну, по Зе нет вопросов. А вот по патриоту Сяве? Где это он так наковал деньги, что почти сравнялся с Зе? Ответ напрашивается сам собой. Наборол олигархов. Таким образом, феномен снова проявляется удивительным образом. Такую постельную борьбу с олигархами никто не заметил? Или это снова сработало особенное зрение до такой степени, что никто не увидел, от кого пришло бабло? Причем уже даже россияне это видят. А наши все еще ходят с табличкой «борец», «патриот» и так далее. Хотя с них уже даже в Москве обхохотались. Думаю, что этот недуг лечится, но об этом не сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова